Сейран узнает, что Суна поцеловала Ферита. В конце последней серии Суна поцеловала Ферита, который был первым человеком, который много выпил и впервые что-то сделал для нее. Пока Обиден отвлекает идущую туда Сейхан, девушка ничего не видит. Обиден слишком суров с Феритом. Вернувшись в особняк, они пытаются отвезти пьяную Суну в комнату, никому ее не показывая. Когда они входят в комнату, Пелин тоже там. Он говорит, что Юсуф видел его. На следующее утро пришедшая к ней Суна была сбита с толку тем событием, которое вспомнила. Он не может оторвать голову от земли. Когда Сейран спрашивает Ферита о состоянии его сестры, Ферит, хранящий свою честность, рассказывает, что произошло. Он загружается в Сейран Ферит. Он хочет увидеть Суну из Антепа. Казым не отказывается прямо и хочет оценить ситуацию, потому что жених овдовевший мужчина с детьми. Суна опустошена, но надеется, что ее отец не захочет, чтобы вложенные ее деньги были потрачены впустую, поэтому она не скажет, хорошо, тем, кто придет. Когда мать Эсме заболевает, они звонят Сейрану на помощь. В то время как Ферит говорит своей семье, что останется там с Сейраном, он говорит Сейрану, что он дома. Однако он идет развлекаться с Пелин. Он теряет водительские права и машину, потому что пьян на выходе из заведения. Ферит, оставшийся в Пелине, утром он узнает, что его мать и тетя ушли в Сейран, и с трудом догоняет. Утром той ночи, когда она осталась со своей семьей, Сейран была поймана ее отцом, когда она спорила со своей сестрой и говорила, что поцеловала своего мужа. Казим сходит с ума, он положительно реагирует на провидцев, приходящих из Антепа, избивая Суну и запирая ее в комнате. Суна поедет в Антеп с Хатушем и выйдет замуж, она все равно оставит его и вернется в Стамбул. Возвращаясь домой с Феритом, Сейран думает о своей сестре. Когда она узнает о своем решении выйти замуж, она умоляет Ферита спасти Суну. Ферит рассердился на него за то, что он сказал, когда они поссорились и его увели. В обмен на спасение сестры она требует, чтобы та надела ночную рубашку и они действительно стали мужем и женой. Сейран принимает беспомощность, надевает ночную рубашку и ложится на кровать. Хали Сага говорит ему, что Юсуф – дальний родственник Сейранлора, он также друг из средней школы и хочет найти работу по уходу за больной матерью. Кроме того, Джозеф, он также опроверг слухи о том, что был любовником Сейран. Хали Сага нанимает этого молодого человека, который подходит к его двери в особняке. Он поможет слугам, которые останутся в особняке. Сейран и Ферит не знают, как избавиться от этой беды, в которой они оказались. Ферит, он говорит, что завидует тому, что его мать привела Юсуфа в Пунду и уволила его. Когда Сейран узнает, что в этот день приедут ее отец и сестра, она паникует и падает в обморок, потому что они встретятся с Юсуфом, когда два брата разговаривают с Юсуфом, отец Козым ловит их, и Суну избивают. Две сестры грустят и боятся, потому что знают, что с ними может случиться. Когда Ферит приходит домой, Абидин говорит ему, что Козым Ага не разговаривал, пока Абидин вез его домой, и Суна очень испугалась. Когда Ферит спрашивает Сейрана об избиении, он понимает, что это избиение, и звонит по телефону Козыму Аге, рассказывает ему необходимые вещи и спасает Суну от побоев, которые станут еще хуже. Сейран радостно обнимает Ферита. Родственник Ферита Ферита идет в дом девушки, потому что приходит молодой человек, который также является его другом. Пиала говорит ему, что Сейран и Суна говорили о Юсуфе. Однако, конечно, как ей удобно, она рассказывает так, как будто двое влюбленных все еще любят друг друга и сбегут, когда представится шанс. Он добавляет, что Суна заперлась в туалете и дернула себя за волосы. Это вызывает у Ферита вопросительные знаки. Когда Суна снова приходит в особняк со своим французским, она помогает Фуату. В то время, когда он проливает свой кофейный стакан, он вспоминает ночь, когда просил девушку и сильно плачет. Фуат держит ее за руку, чтобы помочь ей и успокоить. В это время врывается Асуман и расспрашивает об инциденте. Суна, пережившая избиение отца, и Ферит получили от отца разрешение на этот день, на следующий день он приходит в компанию и снова помогает Фуату. Казым Баба Халис Ага рассказывает, что случилось с его семьей, особенно с Суной. Он говорит, что из-за того, что они пришли просить большую, а хотели меньшую, они сбежали в Стамбул из-за проблем, с которыми столкнулись. Добавив, что тете Хатуш неуютно в резиденции, Халис хочет выйти в сеть и увидеть место, где они живут, своими глазами. Старый любовник разговаривает с мужчиной, который пьет кофе из руки своей Хатиджа. Когда Халис идет домой, Архан спрашивает Ифаката и его маленькую невесту о позоре просить и приказывает семье найти добычу. Ферит и Сейран обещают не возвращаться к началу и встречаться с другими людьми. Затем Ферит предлагает им отправиться вместе. Утром, отправившись в ресторан на лодке, они идут в спортзал. Там они встречают Пела, позже любовник девушки, которого Ферит не прошел и до сих пор пристает к нему, берет с собой мужчину и пытается избить Ферита, которого приглашают на стоянку. С прибытием Фуата два брата сражаются спиной к спине. Сейран, Суна, Фуат и Ферит вместе ходят по магазинам и ходят в ночной клуб. Глаза двух братьев, особенно Суны, ослеплены. Он слишком много пьет. Сейран выходит на сцену и играет на пианино перед всеми. Пока Сейран и Фуат в туалете, Суна целует в губы Ферита, который настоял на танцы и спас ее. В то время, пока обиден видит, что произошло, Сейран входит в зал следом за ним. Когда Ферит не отвечает на звонки Пела, девушка пытается войти в особняк известным ей способом, по лестнице, и встречает Юсуфа, который в целях безопасности бродил по саду. Хотя Юсуф не знал, кто эта девушка, девушка поняла его личность. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео, чтобы увидеть больше кратких обзоров эпизодов, прежде чем переходить к видео. Делитесь своими идеями и предложениями в комментариях под видео. Ферит сойдет с ума, когда увидит вместе Сейран и Юсуфа. Сдержать Ферита, который подрался с Юсуфом, будет непросто. Хотя Юсуф заслужил каждый полученный удар, Сейран не сможет смотреть, как Ферит сходит с ума. Ферит попытается заставить Сейран вернуться домой вместе с обиденном. Сейран, который хочет разлучить Ферита и Юсуфа, ударит своего брата и спасет Юсуфа от Ферита. Фериту трудно сказать Сейрану, оставь его в покое. Ферит уходит оттуда в сломленном состоянии. Разговаривая с Юсуфом, Сейран говорит ему держаться от нее подальше, что теперь она замужняя женщина, но Юсуф не собирается это слушать. Официально мужчина ждет времени, чтобы разлучить Сейран и Ферит. С другой стороны, он наконец узнал, кем на самом деле был Латиф Юсуф.